Девушки отдыхают Назад отойдите Еще дальше Одна голова не полностью Сейчас повыше сделайте Вот видите у вас пространство над головой пустое Повыше еще Вот так А назад маленько отступите Назад Еще то у вас сильный свет в лесу светит Прям невозможно Вот так лучше будет? Да ничего не лучше Глаза все это сливается У вас какой то свет там Закройте его чем то абажуром или как Вы запомните Ну видите как меня видать Я ровно сижу Сейчас попробую Могу перевернуть Так Закройте Вот так лучше? Да ничего не вижу я вас Да вот так получше маленько Маленько назад отступитесь Да? Нет назад назад Вы сильно близко к экрану Еще дальше Дальше отойдите Прям одна голова торчит тут Вот так Что то у вас так Не пойму Вы сами на себя посмотрите Вам видно отражение ваше? Нет картинка? Очень У вас не отражение? Ну вроде видно Вы свою картинку то видите или нет? Как вы сидите? Вижу Ну так смотрите Когда у вас вверх Назад отступите еще дальше Еще дальше Еще отступите Назад Все Так Вы сейчас сказали Что вы с сестрами Принять? Нет Нет Я одна Да Я одна пока дома Но вы написали Что принять Меня вопрос Так Подожди маленько Давай Договоримся Вы написали По скайпу Поговорить с сестрами Во множественном числе Вы мне сейчас скинули С сестрами Нет Нет Ну ладно Нет Нет Второе Вы знаете Когда Заходить надо Я писал вам С трех утра Запишите Запишите Да я записываю Нечаянно нажала А вы мне написали Что заходите Думаю Может Зайти Спросить До 17 Это уже Очень поздно Совсем Но это не Первый раз Уже зашли Так Что за вопрос У вас У меня По поводу Моей подруги Которая Ее раздражают Здоровые люди В больнице Лежала Ее сейчас Выписали И к ней Приходил батюшка И я В разговоре Ей напомнила За этот разговор Говорю Ты должна Попросить Помолиться И попросить Прощения У Господа За такие слова На что она Сказала Что меня батюшка Посещал И говорит Что это нормально В таком Болезненном процессе Такие вот Бывают моменты У человека На что я Сильно удивилась И просто Ну говорил ли батюшка Был ли Это вы Из ее слов Говорите Да Я за что Сомневаюсь Ну представьте Что лежит Больной человек Ее раздражает То что вокруг Нее здоровые люди Но по ее поступить Здоровые Не должны Подходить к ней И не должны Ее раздражать Вы отойдите от нее Пусть за вами Ухаживают больные Пусть за ней Ухаживают больные Как она Сразу отойдите И все По другому Не надо учить Она вас не желает Вы ее раздражаете Зачем вы к ней лезете Вам еще больше Заниматься нечем Пойди в дом инвалидов Найди себе работу Мне вообще Это непонятно Тебя не желает А ты лезешь туда Ее раздражают Здоровые люди Это больной Духовный человек Ну отойди от него Пользы никакой не будет Она ненавидит Здоровье Которое дает Бог А Я не хожу к ней Она мне позвонила Просто сегодня Вы больше скажите Не звоните И я ей просто на пол Вы ей ответьте Так скажите Больше не звоните Я здоровая И это вас раздражает Добейте ее этим И тогда она встанет На свое место Она что пожелала То дайте ей Пусть она ищет больных И с ними общается И все И она тогда будет Желать видеть Здоровых людей Что тут понимать-то Человек Который начинает Нарушать порядок На машине Когда везут автобус Высади его Высади Потому что он Все нарушает Весь порядок И с ним борьба одна Его надо высадить И на этом конец И он теперь будет Ждать любую колымагу Будет Ночь наступит Он один Никого нету И он теперь будет Вспоминать Как хорошо было В этом обогретом автобусе Их учить надо Че вы потворствуйте-то им Больше никогда Не разговаривай с ней Один раз Вы говори Отойди Она тебя не желает Ну и все Кто не желал Господа Господь отошел от них И сказал Не хотите ли вы уйти Он не навязывался Он нас тут прямо Цепляет Как сектанты какие-то Вербуют Ходят Лезут Ты сказал Один раз Два раза Это писание говорит После первого Второго Разумления Первого Второго Отвращайся Ибо они Развратились Будущее Самоосужденное Вот это Вот это сегодня был Второй раз Я ей сказала Ну все И вопрос Игнария Меня приглашают На разбор слова К баптистам Можно ли посещать И молиться Вместе с ними А зачем Вам это нужно Ну Тут Зачем Вам это нужно Нет Просто я Зачем Это нужно Вы Иногда Хочется Вы у них были Уже Вы были у них Вы у них были Да Вот была Была Ну и все Отошла Вам сейчас Не надо Вы Израненный Человек Вам не надо К ним подходить Не ходите Не встречайтесь Не беседуйте Если навстречу идти Вы сначала Я гляжу Вы вот пишете У вас ошибок Ужас сколько Двоечница Что ж такая Грамматика То у вас В одном слове По две-три ошибки Как можно Не любить Так русский язык Вы считаете Внимательно Святую Библию И вы будете Знать грамматику Запоминать Что там написано Вам не надо Отдельно сидеть За грамматикой В Библии Вся грамматика Она проверена На много раз Если вы уже Окрепнете И у вас будет Желание Там Встретиться Одна Не ходи Никогда Пойдите Там Человека Два-три Которая знает Может Миссионерский Отдел У вас есть У вас город Какой Маленький Очень Город Как называется Артемов Артемов Ну вот так Ну еще маленький Тысяч Пятьдесят Есть Нет Двадцать Да будет Будет Ну вот Раз будет Это Вам хватает Будьте Внимательны Я вас не Спросил Вы Не протестуете Что мы В интернет Выставляем То что говорим Нет 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 Смотрите А то я сразу Окно закрываю И больше не встречаюсь Мне это не надо У меня правда Один раз Только такие люди Встретились Я сразу Щелкнул На этом Конец Он больше Не зашел Сами себя Боятся Срам Один Город на вершине Горы не может Укрыться Мы Верующие Город на вершине Горы Я не могу Ладошкой закрыться Боятся Интернета От вершины Горы Сколько Людей Приходят И все Радуются Вы Будьте Всегда Благоразумны Начинайте Любое Дело С молитвы Написано Блажен Кто не Осуждает Себя В том Что Избирает Вы Избрали Этот Путь Пошли Благодари Бога Мне Недавно Одна Пишет Там С одного Города Мне Уже Скоро Сорок Лет А За меня Никто Ни Разу Не Посватался Я Одна Теперь Как Что Я Говорю Тебе Зачем Это Когда Горе Питающимся Сами И Беременным Горе Остался Без Жены Не Ищи Жены Ты Осталась Без Мужа Не Ищи Сегодня До 100% Развод Идет Мужики Гоняют Бьют Вас Что Вы Лезете Что Ты Там Найдешь Они Самостоятельно Он Тебя Дохаживать Не Будет Чуть Заболел Он Тебя Вобрал Ушел И Нашла Какой Стонать А после войны Больше полстраны Без мужиков Остались И жили же Мало того Еще и Ребятишек Сколько было Воспитывали Работу Себе Не могут Найти Вот Только Замуж Что Ты Там Найдешь От него Какой Освободится Заключенный То Он Охомутает Тебя Научит Правильно Жить Не Надо Этого Ничего Сегодня Мы Стоим Прям На самом Конце Уже Времени Писание Говорит Так Незамужняя Заботится О Господнем Как угодить Господу То есть Это Теоретически А сегодня Она одна Она только Стонет О Я Мне Хорошо Я могу Спать Сколько Надо Ребятишки Меня Не Не Толкает Под Бог Это Горе Ты Найди Многодетную И помоги Пойди Посиди Поводись Постирай А не Так Что Одна Тебе Льгота Не Льгота Зубовный Скрежет Какая Гиенны Мало Это Поле Борьбы Мы Пришли Не Перевать Вокруг Нас Мир В невере Погибает А мы Желаем Грешников Спасать Вот Так И Напивай Сама Себе Живешь Радуйся Есть Муж Обихаживай Его Приводи Его К Богу Как То На одном Месте Так Застойно Стоят Простые Такие Вопросы И Не Могут Решить Да Совой Совести Где Она Не Желает Я Больше Ноги Не Положу У Нас Один Был В деревне Тут Один Приехал Нормальный Как Показывает Себя Нормальный Но Никто Не Знаешь Что У него Ампула Зашитая От Алкоголя Торпеда Как Называет Женился Двое Ребятишек Закуролесил Я Пришел Ему Стал Говорить А он Пьяный Ехал Дома Железные Все Сам Я говорю До свидания Откозырял ему И все И больше Я к нему Ни разу Не зашел Ну Что дальше Запился Собрание Его Выпроводили Все Домик Продал И Если Один раз Сказали Я не нужен Я больше Никогда Туда Не иду Все Дверь Закрыта У меня Хватает Поприще У меня Сто человек Сзади Стоят Ждут Тому Ответить Надо Вот я Сейчас За вечер Только Сколько Ответов Пришлось Разные Разные Люди У каждого Своя Нужда Это Пока Скажешь Пока Найдешь Пока Отправишь Мы Дали Вам Адреса Вы Созвонились Там Нет Мы Вам Давали Два Телефона Нет Они Еще Не Созвонились Да Да Нет Один Был Телефон Два Два Мы Дали Володе Андре Один Да Я Сейчас Смотрел Только Там Именно Отписчиков Ну И Смирнягин Андрей Отписчиков Владимира Это Вы Переписали Один Там Два Я Сейчас Смотрел Они Прям Скайпе Два Стоят Рядом Вы Просто Не Заметили Вы Выйдите На Него Но Не В этом Дело Вы Научитесь Пользоваться Тем Что Вам Бог Дает Написано За Все Благодарите Вот Каким Путем Человек Доходит До Бомж Бомж Где-то Где попало И они Каждый день Пьют Ну Бывает Что Бывает Там Погорелься Потерял Квартиру Ну Бывает В жизни Вот Такого Встретили В лесу А Они Двое Оказались А Мы В лесу Гуляли Так Они Выкопали В лесу Недалеко От Города В земле И Сверху Настелили Веток И Зимой Там Живут Корреспонденты Узнали Приехали У них Интервью Берут Оказались Без Квартиры Двое Он Говорит На Чем Занимаетесь Я Говорит Сейчас На Вокзалах Везде Где-то На Стройке Коплю Человек С нуля Начинает И Поднимается С нуля Голый Вот как его Волна Выбросила На берег Ни паспорта Ничего Нет И все Достанет А то сам Себя Человек Не обиходит Он И уверует С него Толку Никакого Не будет Он Ничего Не будет Делать Вот Что Услышали Вы Себе Складываете Тем более У нас Можно повторять Смотреть Это Неоднократно Приезжаешь Бывает Необходимо Даже приехать Куда-то Бывает У человека Не ладится Приезжаешь Я не вижу Никакой беды Ну просто Я не могу Понять людей Почему Такое Безразличие Или как назвать Такая Паника Безвольность Какая-то Руки Опускают Да Любое Препятствие Это Одно Удовольствие Его победить И достичь Вершины Ты вот Услышала Если Неверующий Называется Он верит В Бога А живет В грехе С ним Нельзя Сообщаться Кто Называется Братом А является Там Блудником И вором Не сообщайтесь Родственники Все Все Знаете За одним столом Сидите Я говорю Зачем Вы это Делаете Ну да Как А он же Родной брат Я говорю У меня У нас Пять братьев Пять сестер Семья Вот И сестра Дал крестик Все До свидания Откозырял И все Я выполнил Все Что Бог Повелевает Это через Это то как У нас У одного Было так Что Мать Стала выпивать Мать А он Приехал Домой Но Я узнал Написано Кто называется Верующим Пьяница С ними Есть вместе И он Приехал Помогать А зима Он Помогать Помогает А за стол Не садится Чтобы вместе Не есть А мать То его любит Ну и он Что Хлеба пойдет Купит И с водой Поест И все Для матери Это был Такой шок Что она Больше в рот Не взяла Никогда Вот и все Я делаю Говорит Мама Тебе по любви Мне запрещено С тобой знать А ты Как мать Я как любящий Сын Обязан Все По хозяйству Сделать Приехал Все Выправил Отремонтировал До свидания И поехал И мать У них Больше Ни разу Не выпивала Когда поступают По Евангелию Мы должны быть Твердые В этом решении Не стонать Это нехорошо Вот я благодарю Господа Благодарю Что я Господь Дал мне Сайты Которые Я Что-то Смотрю И учусь Потому что Я еще Слабенькая В вере Вот И Вот таким Путем Хоть Научаюсь Разуму Мудрости Читаю Конечно И Библию У меня Вот такая Вот Толстая Вот А кто Кто его Издал А это Православная Восьмиконечный Крест На первой Странице Посчитайте Российское Библейское Общество Москва 93 Год По благословению Святейшего Патриарха Московского Ивсия Русселя Все Правильно Если По благословению Патриарха Там Проверять Не надо Там Все Правильно Это 77 Книг Вы Очень Богатый Человек Вот Начала Ее Читать Ну Понятно А тоже Была У меня Такая Пратистанская Такая Была Пратистанция У них 66 Книг У них Четырехконечный Крест Да Она Тоже Если написано Синодальная То она Правильная Но только 11 книг Не хватает Да Я проверяла С этой Гитлой Я Кое-что Спрошу Вас Вы Во сколько Встаете Ну Когда Как Я сейчас Безработная Встаю В 7 8 Поздно Поздно Ну Бывает Я Ночь Ну Ночью Молюсь Иногда Поздно Ложусь Молюсь Нет Вы уж Ложите Три Четыре Ночью Ложите Рано Это Ваше Дело Но Вставать В одно Время А Тогда Как Если Когда Как Я знаю Что У вас Распорядка Нет Вы Постепенно Подведите Мы Вставим В 4 40 У меня Хозяйство Я Повторяю В 4 40 У меня Хозяйство Я По Любому Во все Дни Воскресенье В празднике Никогда В другое Время Не вставайте Если Нужно Днем Маленько Можете Подремать Сидя Не ложиться И вы Увидите Как у вас Сразу По другому Чтобы Утром Спокойной Обстановке Помолиться И посчитать Слово Божие Что Говоришь Повтори Днем Не могу Спать Физически Не получается Организм Вам 50 Будет Ну 50 Это Не 70 Почти 50 Почти Ничего Ну Дальше Это Будет Только Стареть Так что Старайся Этим Моментом Воспользоваться Хороший Навык Себе Сохранить Поставь За правило Субботнюю Службу Вечернюю В храме Не пропускать В воскресенье Обязательно Быть в храме Заранее Приготовься Чтобы Никаких Опозданий Не было Раньше Окончание После креста Уже Раньше Не уходило Ну То есть Себя Ограничь Какими-то Правилами К сектантам Больше Ноги Не ложи Никогда Иначе Ты Утонешь Опять Игнатий Игнатий Тихонович Да Игнатий Тихонович А можно В одном Храме Ходить И в утреннюю Вечернюю Или В разные Можно Ходить Как ходить Потому что Храм Утренний Я В воскресенье Хожу Далеко У меня Церковь А тут Поближе Вечерний Может Поближе И ходить Поближе Церковь Тоже Да Но мне Тут Храм Больше Нравится Я Туда Стараюсь Утренний Уходить Ну Поближе К вам Это Православный Храм Да Ну и все Да Поближе И ходить Для того Они и построены Чтобы ближе Ходить Вам Зачем Далеко То Ну Просто Тут Мне больше Нравится Там Ну Иди Смотрите Тут уже Выбирать Надо Надо Пораньше Встать Чтобы Успеть Хотя Б Минут За 15 До службы Вы были Уже В храме Стояли Она Спрашивает Можно ли Вечерню В один Храм Ходить А Воскресенье В другой Можно Можно Но Исповедуйся Всегда В одном Храме У одного Священника Когда На исповедь Пойдешь Духовного Отца Никогда Не Меняйте Просто Научитесь Ценить Это Им Очень Тяжело Священник Люди Идут Не с радостью А Только С одними И Теми Ж Грехами А Ты На Исповеде Еще И Поблагодари Бога Чтобы Священник Порадовался Скажи Вставало Восемь А сейчас Стою В шесть А потом В пять Скажи Господь Мне начинает Тревогу давать Я начинаю Заботиться О себе И ему Будет радостно Что Труд Его Не напрасен Даже Самое Маленькое Что есть Священнику Скажи Чтобы Он Помог Молитвой Закрепиться На этом Рубеже И И И И И И И Подарили Мне Молитвенник Тут Утренний Вечерний Ну Прекрасно Да Советуйте Мне Как Им Пользоваться Я Не Умею Этого То есть Я вижу Тут Есть Утренние И Есть Вечерние Молитвы Ну Ладно Там Они Одинаковые Разберешься Смотри Сколько Себя Сильно Этим Не Забивай Ты Больше Считай Слово Божие А Утренние Вечерние Молитвы Ты Сама Посмотри Обязательно Что У тебя Были Поклоны На Каждое Вот утром молишься Помолилась Правила Не меньше Ста Поклонов Должно Быть Возьми Себя За Правила Точно Так Вечером Не Обязательно Вечерние Правила Все Высчитывать Сколько Можешь Хотя По Одной Молитве Одну Богородице Иисусу Христу Ангелу Хранителю Три Молитвы Ну А дальше Там Все Поминание И Проще Идет Вот Так То есть Будь Благоразумна А если Нигде Не Работаешь Поставь Себе За Правила Семь Раз В день Становиться На Молитву Семь Раз А Один Раз Это Три Святое Ну От Царю Небесного До От От Сто Поклонов И Ты Увидишь Как у Тебя Все По Другому Пойдет Подходит Сон Ты Сразу На Молитву Даванула И Все Вот Это Один Раз Около На Семь Минут Опять Помолилась И У тебя Сразу Все Будет По Другому Написано Непрестанно Молитесь Так Еще Вопросы Есть Да Были По Писанию Немножко Там Сейчас Исход Читаю И Ну Сейчас Вы Из головы Просто Вылетели Вы Вот Что Узнаете В церкви Идут Нет Занятия По Изучению Слова Божия Узнайте В каком храме Это идет В какое время И ходите На все занятия Берите с собой Ручки Карандаши Тетрадь особую И все записывай И у вас будут там Знакомые Посмотри Примеры Какого возраста Не мужчины А женщины К женщинам Мужчинам не подходи Это опасно А с женщинами Познакомься Вдруг другу В гости сходите Вместе занимайтесь У вас вопросы Будут общие Месяца два Проходишь на занятия То у тебя уже Другой настрой будет Какая там Котехизация идет Или закон Божий Изучает Может ты знаешь А может что-то и новое Сразу ты не отрекайся От всего Узнаешь сначала И посмотришь Как у тебя дело будет А вот насчет сна Это я вас просто Прошу Начните работать Помаленьку По пять минут Хотя бы обрезай Все время И ты увидишь Как по другому будет Будильник один Или второй Что-то придумаешь Чтоб кто-то рано Позвонил вам И дойдешь До 4.40 В 4.40 Вставай Вот это такой закон Потому что у нас Все время В это время встаем Вот Володя у меня Уезжает когда А я не могу Проснуться один Я могу позже Вот Я наказываю Позвонить И кто-то звонит Один Второй звонит Утром А они встан В 4.40 Меня поднимают Я с Володей Живу Нужды не имею Он слышит У него свой будильник А я плохо слышу Слабослышащие Ну все Спасибо вам большое С Богом Если будет желание Вашим подругам Или как-то Вот она отошла Хотел сказать Чтобы Слабослыша Ну все Давай Спасибо вам